Более 10 важных вопросов рассмотрели депутаты на очередном заседании. Первой выступила Светлана Варданян, председатель контрольно-счетной палаты. Она представила отчет о работе органа финансового контроля за 2016 год. В рамках полномочий КСП за этот период было проведено более 80 экспертно-аналитических мероприятий, 29 экспертиз и 46 проверок. Светлана Олеговна выступила с инициативой увеличить штат сотрудников контрольно-счетной палаты из-за высокой нагрузки и большого числа полномочий. При создании контрольно-счетной палаты собрание депутатов в Вернерайском муниципальном районе мелчило весь объем полномочий, которые необходимы исполнения, отданному муниципальному финансовому контролю, определить его штатную численность в ходе 4 и 5. Депутаты приняли информацию к сведению и решили заняться этим вопросом на следующем заседании. О начале подготовки к отопительному периоду рассказал начальник управления инженерного обеспечения Олег Тесновец. Он отметил, что несмотря на то, что отопительный период еще не завершен, работа в этом направлении уже проводится. Депутат от Спасского поселения Игорь Панов спросил докладчика о принятых мерах по переходу Спасской школы на пилетное отопление. Кроме того, Олег Тесновец озвучил выделенную в 2017 году сумму на газификацию. Она составляет порядка 26 миллионов рублей. С информацией по борьбе с чрезвычайными ситуациями выступил начальник отдела ГОИЧС Евгений Бритов. Несколько проектов положения об оплате труда представила на рассмотрение депутатов заместитель главы района по финансам Ирина Багруденко. С инициативой передачи автобуса оснащенного системой ГЛОНАСС в степное поселение выступила начальник управления имуществом и земельными отношениями Алла Ёлкина. Также в собрание поступило обращение от депутатов межозерного поселения Натальи Кожевниковой и Федора Детловского. Оно касалось некачественного оказания медицинской помощи в местной больнице. Три года еще назад были два стационала, круглосуточный, дневной, в том числе детское отделение. На сегодня не имеет вообще ни одного только места. Поэтому население поселка 9000 – это только по фактической переписи населения проживает гораздо больше. В том числе очень много населения работоспасов, то есть в возрасте до 50 лет, детей много. И вынуждены обращаться за помощью, за медицинскими услугами чаще всего в город Училы. Депутаты, выслушав коллег, приняли решение отправить запрос министру здравоохранения Челябинской области Сергею Кремлеву для дальнейшего разбирательства. Депутат Андрей Вертников, представляющий интересы Верхнеуральска, выступил с обращением о работе местного отделения Сбербанка. Частые технические сбои, большие очереди, недостаточная площадь помещения и другие проблемы приводят к негодованию граждан. В отделении ведется электронная очередь, что очень удобно для клиентов, но из четырех окон для приема постоянно работает одно-два окна. Кроме того, имеет место постоянный сбой в программном обеспечении, вызванной отсутствием связи с интернетом, что еще более усугубляет ситуацию. Прошу руководство коммерческой организации по ОСБР Банк России организовать работу операционной части в городе Верхнеуральске по улучшению службы жителей района, а также своевременное пополнение денежных средств в банкоматах города Верхнеуральска. Депутаты поддержали инициативу Андрея Верхнякова и добавили, что пора привлекать в территорию другие банки. И мы должны получать качественное обслуживание, потому что понятно, что Сбербанк, он напалится фактически в нашем районе. И здесь нужно тогда посмотреть, не знаю, может быть там УФА, да, посмотреть. Но со всех сторон он навалится. В заключении заседания были рассмотрены обращения избирателей о выделении денежных средств.